Уже больше года весь мир борется с опасным и беспощадным врагом. Впервые ковид-19 обнаружили в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Ровно через месяц он дошел до России. Жительницу Люберец Елену Верховых болень застала весной. Страшная картина в той самой красной зоне, которую она видела по телевизору, оказалась перед глазами. Это картина такая ужасная, потому что рядом люди, которые бабулечки на фоне коронавируса, они отнимаются ноги. И, конечно, психологически было безумно тяжело, когда привозят, а через день уже человека нет. Если год назад вирус поражал в основном пожилых людей, то сейчас он не щадит никого. Заболевание очень агрессивное. Очень агрессивное, оно не дифференцирует молодой или старческий возраст, поражает абсолютно всех. И иногда течение заболевания, исходы заболевания не связаны с сопутствующими патологиями. Осложнения после ковид-19 нередко приводят к инвалидности. Последствием заболевания может стать фиброз лёгких, что приводит к дыхательной недостаточности и нарушению функций органов. А это, в свою очередь, может привести к летальному исходу. К сожалению, с случаями инсультов и инфарктов в результате коронавирусной инфекции мы сталкиваемся ежедневно. И это не зависит от возраста. В первую волну мы наблюдали меньше таких осложнений, умирали больше от пневмонии. Сейчас это поражение всех внутренних органов, включая ещё и головной мозг. За весь период пандемии с весны 2020 года ковид-19 забрал в жизни более 330 жителей городского округа Люберцы. 27 человек – это молодые люди, которые не имели хронических заболеваний, но победить вирус, тем не менее, не смогли. Задуматься о серьёзности ситуации заставляют истории людей, чьи родственники и друзья стали жертвами коварной болезни. Сначала у меня заболел мой однокурсник. И болезнь, вроде бы он уже начал поправляться, но болезнь нанесла несокрушимый удар по его иммунной системе. И в 33 года он скончался. У него осталось трое детей, у него осталась молодая вдова. Потом болезнь приблизилась лично ко мне ещё ближе. Скончался мой крёстный. Это человек, которого, ну что говорить, действительно я очень сильно любила. Я росла у него на глазах. И таких историй по всей стране невероятное множество. На сегодняшний день в России зафиксировано более 75 тысяч летальных исходов от ковид-19. Сейчас борьба с коронавирусом вышла на финишную прямую. Российские учёные разработали вакцину, способную защитить население от этой болезни. Теперь остаётся только воспользоваться этой возможностью. Осенью у нас процент заражённых, болеющих и переболевших был больше 40%. И поэтому мы обратились к руководству Люберецкого городского округа с просьбой, чтобы нам пошли на встречу, предоставили максимально быстро вакцину. Потому что у меня некоторые службы уже перестали работать. Все руководители, начиная с уровня подразделений и до генерального директора, то бишь до меня, вакцинацию все сделали. Мазочные режимы отменили. В общем, это сейчас потеряло свою актуальность. Жизнь налаживается. Окончательно справиться с недугом поможет только коллективный иммунитет. Для этого необходимо привить 60% населения. Сегодня каждый человек – это звено одной большой цепи. Каждый несёт ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь своих близких. Ждать ничего не нужно. В настоящее время в нашем распоряжении имеются две вакцины. Это гамм-ковид-вак и эпи-вак-корона. Обе вакцины доказали свою эффективность и безопасность. И нет никаких оснований выбирать ту или иную вакцину. Нужно прививаться к вакцине, которая есть в настоящее время в наличии. А у нас имеется достаточный запас вакцины, чтобы привить всех желающих бесплатно и в сжатые сроки. Но перед тем, как принимать решение, послушайте ещё людей, которые знают о коронавирусе не понаслышке. Того, кто переболел, кто потерял близких, кто на протяжении года спасает людей от смертельного недуга. Я ни в коем случае не хочу пройти через это во второй раз. Как только у меня пропадут антитела, я обязательно пойду сделаю прививку. По сожалению, очень много потерь. Иногда наши силы бывают бессильны, хотя мы максимум стараемся помочь этим пациентам. Я всех призываю воспользоваться этим бесплатным вакцинированием и защитить себя и своих близких, поскольку это единственная мера профилактики. Как человек, который пострадал, которому этот вирус сделал больно, который добавил горе мне, моей семье, моим друзьям, я считаю, что прививаться не просто надо, а обязательно. Просто решите для себя, подумайте. Вы страдать хотите? Вирус может застать врасплох в любую минуту и совсем неожиданно. Тяжелые последствия COVID-19 не заставят себя долго ждать. Отказ от прививки – это отложенная смерть на неопределенный срок.